Помолимся. Господи, молим Тебя. Благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер. Сохрани нас в любви, согласии и едином мысли. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дмитрий Юров, микрофон выключите. Итак, мы продолжаем противосектантские материалы. Пункт 15. Возражение сектанта. Апостолы за свои труды не брали ничего, а трудились даром. 2 Коринфянам 12.14. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Так, у кого-то микрофон не выключен. Проверьте, пожалуйста. И еще 2 Фессалоникийцам 3 глава 7 по 8 стихи. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. То есть это, как я понимаю, камень в огород священников, которые не работают. А сектанты говорят, вот апостолы, они трудились, зарплату не получали даром. Мы, священники, должны даром волнаться за все требы платные. Ну и что по этому поводу может возразить православный? Сергей, опусти, пожалуйста, чуть пониже. Православный, нет никакого сомнения, что у Павла были причины для своих нужд. Ничего не брать у фессалоникийцев и коринфян. 1 Коринфянам 9, 12. Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Но проповедовал в других церквах он на их средства и получал даже излишнее. Например, Перелепийцам 4, 5 глава 10, 18. 2 Коринфянам 11, 8, 9. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Вопросы? Денежный вопрос, конечно, очень волнует всех тех, кто вне церкви. Это очень большой камень преткновения. Дмитрий Юров, микрофон у вас, по-моему, не выключен. Игнат Тихонович, что тут? Надо ли с ними спорить или действительно слонить голову и сказать, да, есть у нас? Да кого у них-то? Откуда деньги? На что их служители-то сектантские? Так, они-то на что питаются-то? Это только разговор идет. Сразу спросить, ну а как же, они же работают, трудятся, традающийся, достоин пропитания. Вот у адвентистов седьмого дня у них строжайшая десятина. У других там с тарелкой ходят, там вот эти харизматы ящиками собирают, там показывают сразу деньги. Речь идет о миллионах. Людей много, они жертвуют. А какие претензии к православным? И при том толкование такое, что другим Павел-то издержки приносил. А эти, значит, когда-то были себя, показали не очень расположенным. Он решает, да, я у вас и брать не буду. Палатки там шьет или делает. И насчет этого живет. И своих, кто с ним, тоже кормят. Тоже ответ дается. Это вопрос очень легкий для православных. Но то, что они берут, вот подряд сейчас все там, свечи, торговли, это к делу не относится. Это беззаконие должно быть убрано. Это безумие просто. Какая торговля идет всем. Таинцами всем торгуют. Кто желает, говорит, в епископы там с чемоданами деньги привозят. Это мне рассказывал благочинный Красноярского края Александр Бурдин. Вот и весь ответ. Спасибо, Христос. Пойдем дальше. Шестнадцатого возражения. Сектант. Апостолы запретили брать за труды от верующих. 1 Петра 5, 2. Спасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Православный, здесь вовсе нет запрещения брать пастырем от верующих, но запрещается гнусная корысть, вымогательство, осужденное во всяком христианине, а не только в пастыре. Тит 1.11. Каковым пастырям должно заграждать уста, а не развращать целые домы, учать, учать ему не должно, и с постыдной корысти. 1 Фессалоникийсам 4, 6. Чтобы вы, пастырь, и все остальные христиане, ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Мы должны признать, что в этом вопросе православные священники подали долгосрочный соблазн своей роскошной жизнью с давних времен, даже при татаро-монголах и советской власти. В сборнике речей по случаю тысячелетия крещения Руси выделяется речь архиепископа Хризастома, ныне литовского, о недопустимой роскоши священников. Особенно во время перестройки Московская патриархия занялась оголтелым бизнесом, добывая деньги на строительство храмов, продажей табачных и алкогольных напитков. В печати публикуют о взносах, которыми пользуется Московская патриархия от Аумсинрикё и о связях с преступными группировками и деятелями. Церковь должна существовать исключительно на добровольные пожертвования своих прихожан и на десятину со всех доходов членов общины. Вопросы? Ну тут с тем вопросом так же перекликается. Дальше пластинку заело, что апостола запретили брать. Сами берут такие днижища, тоже зарабатывают. И в своем глазу бревна не видят. Идем дальше. Возражение 17. Сектант. Мы не признаем ваших священников, ибо сам Христос обречает их за пороки. Матфея 23 глава с 1 по 7 стихи. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте. И делайте по делам же их, не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые. И возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежды своих. Так же любят предвозрежание на пишенствах и председания в синагогах. И приветствия в народных собраниях. Чтобы люди звали их учитель, учитель. Православный. Говорит, что Христос обличает новозаветных священников, значит обнаруживать перед всеми свое невежество. Деяние 15.5. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси. Христос не мог обличать несуществующее. Нельзя обличать тех, кого еще не был. Малахия 2.7. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Иезекииль 44.23. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечистое, а что чистое. Хранилище – это кожаные коробочки или мешочки, внутри которых находятся листки со словами закона Моисеева. «Надевают на лоб или наматывают на правую руку». Таразаконие 6.8. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Таразаконие 11.18. «И так положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Исход 13.9. «И да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устав твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». «Воскрыли – это разноцветные шнурки с кистями, которые привешивают к жилету». Число 15, 37, 40. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих вроды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к благодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим». Из тщеславия все это делали расширенным. Сам Христос носил длинную одежду, хитон. Иоанн 19, 23. Три степени священства. Первый епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. Второй пресвитер, протоиерей, иеромонах, прото-пресвитер, иерей. Третье, диакон, прото-диакон, архи-диакон, иеродиакон. Так, ну вот дальше что, Сергей? Дальше что? Тоже читать? Так, тут вопросы к Бартистам. Игнатий Тихонович, что там по этому добавить, что есть по вышесказанному, или дальше я делаю? Когда наяву приходится беседовать, тут оно само расширяется. Допустим, говорим, епископ. А что же вы говорите, архиепископ, митрополит, патриарх? Это одна степень. Вот когда передают где-то, поздравляют, военные говорят, и генералов, и адмиралов. Генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия. Четыре степени генерала. Так же и у моряков. И вот это мы поясняем, что это только по размеру там где, или за высугу, что они там делают. А если бы этого не было, ну не было, может еще и лучше было бы. Никаких патриархов в Новом Завете уже не говорится. Но людей стало больше, и поэтому принято. Они за это говорят. А вот когда уже говорят там святейший, там все святейшие, это уже никуда не годится. Мы должны признать, что это не должно быть так. Вот так. Все на этом. Так, ну идем дальше. Примерные вопросы к баптистам. Первый вопрос. Когда появились баптисты? Так, ну Игнатий Тихонович, мы будем что, сразу по вопросам, наверное, отвечать? Или все прочитаем? Давайте, наверное. Нет, наверное, по одному так и надо разбирать. Это к любой секте надо обращать. Они здесь начинают крутить и вертеть. Я и говорю, как в сухой траве змеи шабарчат, их на вилы насаживать, я говорю, надо. А вас как вытащить оттуда? Да не знаем, а какое это отношение имеет? Ну, раз никакого отношения не имеет, так и скажите. В 1609 году Джон Смитт, первый баптист, залез в воду и сам на себя руки положил и крестил. В 1639 году в Роджерсе создана была первая баптистская община, сколько там ни говорится. Ну, уже как община. Вот и все. А которые сегодняшние, нынешние, они вообще в этом столетии появились уже, в последнем. Я с ними разговаривал. Все, притом, одинаково. А какая разница? Ну, адвентисты там 1841 год, там можно уже разузнать-то где, сказать им. А теперь дальше мы будем с ними говорить, а все ли так понимали? Сейчас под вопросы начнутся. Как это было? Посади его туда. Как понимали, как толковали? Когда церковь была образована? Ну, пока первый вопрос отвечает вот так. Тут они страшно беспокоятся все. Мы от апостолов. Ну, как от апостолов-то? Это же обман. Апостолы так не верили. Апостольское преемство у вас и никогда не было. Сейчас особенно хвалятся. А я никакой религии не принадлежу, то есть он свободный. Так это еще хуже. То есть самый стопроцентный. Микрофон отключился, играйте хоть. Сегодня, когда говорят, я никакой религиозной организации не принадлежу, то есть вышел от баптистов, побыл у 50-ников и прочее. Это еще хуже, чем кому-то принадлежать. То есть у него никакого неподчинения, несмирения, ничего нет. И он думает, а я вот самостоятельно. Да так кое-как ты-то, ты их не знаешь в мире-то их. Вообще счета нету, может быть, миллион. Все. Второй вопрос к баптистам. Кто основал, положил начало баптистского вероучения и создал первую баптистскую общину? Ну, вы уже ответили, да? Да. Давайте еще раз, Игнать Тихонич. Кто основал и первую баптистскую общину? Это один и тот же человек. Джон Смит. Джон Смит. А кто первую общину? Данных нету. Что была образована первая община. Так, в Роджерсе. А вот, а первый Джон Смит. Там у Ильян Миллер, Елена Уайт. У адвентистов седьмого дня. Это все можно увидеть. Специально. А кто раньше явился? Баптисты или адвентисты раньше? Ну, конечно, баптисты. Они раньше 600, а эти 800, 1800. Там 41-й, кажется, год у них. Вот так. Провозгласили, что пришествие Христа и прочее. Их там особенно Марк Твен высмеивал. Еще по годам, Игнат Тихонич, скажите, адвентисты когда и баптисты когда? Почему тут об аптистах речь идет? Потому что более известные такие. Всех не перечислишь. Это кто желает больше узнать подробнее? Сейчас, наверное, в Википедии-то еще более подробно есть. Я писал это давно, да еще и списывал, где в то время были такие современные религии. 14 книжечек. Отдельно баптизм, пятидесятничество. Самая хорошая из них была, ну, я знаю, там Мирошниченко, пятидесятники. У православных Титов писал. У Мщедлов, у католиков. А так маленькие такие. Хорошие. Но они в странице по 200, наверное, были, небольшого формата. А у баптистов Митрохин, Лев Николаевич. Настолько он правильно, хорошо говорил. Ну, кто-нибудь меня осудит за это, что я дотошный такой. Это я поехал в Москву, нашел его и встретился с ним. Но он с одним профессором пришел. Я говорю, откуда вы это все так знаете? Это как будто вы баптист. Он говорит, так я Костромской любознательный мужик. Митрохин. Так мы эти брошюры, не брошюры, а маленькие книжицы, сколько в магазине было, закупали и дарили их. Абсолютно все правильно. Говорит о возникновении и какие у них там главные постулаты, все. А время-то, советская власть была, 70-е годы. И вот здесь первые, значит, баптисты, ну, не считая Лютера, Кальвина, там, Цвингли, это все раньше было. Вот, в 1517 году там Лютер. А это в 1609, то есть через столетие. В 1639 первая община у них. Ну, а дальше адвентисты седьмого дня. А тут какие там пошли от них уже, свидетели Иегова. Эти данные можно человеку в Википедии посмотреть, при том написано правильно, им-то разницы нет. Они просто описывают их. Нам надо научиться еще тоже никогда ничего не прибавлять, если не знаешь. Я не знаю это, я говорю, не знаю. Данных тогда не было. А после этого я не интересовался даже. 50-ники, в каком году они, Воронаев тут принес сюда эту секту, ересь. А возникло-то это в Америке, там, в Англии. Никакой роли для нас это не играет. Но им задать вопрос можем. Третий вопрос к баптистам. То есть я так понимаю, православные им задают вопросы. И нужно добиться, чтобы они ответили. И если они будут в замешательстве, может быть, их это как-то выведет на путь истины. Итак, третий вопрос. Кто так веровал, как баптисты в первом, втором, третьем и до шестнадцатого века? После шестнадцатого они появились. В шестнадцатом. Назовите хотя бы по одному человеку на каждый век. Ну, я задавал такой вопрос баптистам. Он говорит, ну, эти люди, безусловно, есть. Ну, а назовите. Ну, а зачем вам? Они начинают тут юлить. Есть. Как говоришь, кто? Фамилия, имя. Ну, кто? Столько времени прошло, разве можно же запомнить. Ну, они свято верят, что они есть. Потому что они свято верят, что от апостолов, их не вероучение баптистское. А кто так веровал по именам, имен назвать не могут. Ну, тут надо, как бы, сказать, а мы православные можем. Вот. И неплохо было бы по каждому веку бы, хотя бы по одному бы знать. В первом, втором, третьем веке. Вот. Учителя церкви. Вот. Назвать. И тогда, может быть, они задумываются. Кто, Игорь Ильич, дальше идем по именам? Или, может быть, если они встречный вопрос зададут, что им можно будет? Вот третий вопрос, третий вопрос самый сильный. Из него не выходить. Они говорят, да вот давно, да кто? А у нас жития святых на каждый век. Заходите на наш сайт, и там я насчитываю жития святых, и составлен каталог. По векам. По Алпавиту. Ну, то есть, зайти на наш сайт. Во свете Библии называется. Ну, и с первой страницы, главное, перейти на вторую, и там все это увидите. А третья, нажмешь, то сразу открывается. На каждый век, на каждый день даются полные биографии святых. Да, скажут, написать можно, все бумага терпит. Нет, дело сложнее. Вот у Климента Римского было шесть нотариев. Ну, по-нашему сказать, как скорописы или как. А они стояли среди толпы, которые допрашивали христиан. Сейчас не слышно или слышно? Слышно, слышно. Ну, а когда Константин провозгласил государственной религией христианство, то все их архивы, они вот так перешли уже к христианам. Вот, подожди. Вот звук и видео, вот. Звук и видео внизу, нажми. Вот. Теперь поднимай кверху. Жития святых. Стой. Жития святых, 12 книг. Вот. Нажимай на них. Вот. Теперь... Да, нажал. Вот. Теперь открылась... Вот одна цифра, это я начитывал аудио, а одна цифра 2 часа 5 минут. Посмотрите, сколько цифр. Это я начитывал при советской власти. Все прятали, хранили. Можно было теперь... Это вот с первого века вот по... Да, до 20-го. 20-го. Да, это все жития, да? Вот. Смотри, по порядку начинаем. На каждый день 365 дней в году, а 12 книг жития святых, 12 книг. Январь, февраль, на каждый месяц. И на каждый день дается несколько святых. Бывает один там к первому веку относится, к пятому, к семнадцатому. Я выбрал из 12 книг, из 365 дней, чтобы насчитать. Первый век. И вот такого издания по векам, чтобы шло, как бы история церкви, такого не было. Она сама у меня получилась так. Каждый век я начинал с новой кассеты, а недостающей, допустим, ну, записывал жития святых, а четыре дорожки-то... Каждая дорожка 2 часа 5 минут. Вот этот вот файл теперь есть. Бывает, только насчитал одну дорожку, и век кончился. Тогда остатки три дорожки, я на них насчитывал творения святых отцов, такие редкие, как Симеон Новый Богослов, другие там, Ава Марк и прочее, Макария и Антония Великого Макария Египетского. Туда насчитывал. И вот теперь нужно просто... Открыть и снова открой, я буду говорить. Вот. И так 12-20 веков идёт. Они ни одного не могут назвать. Ни одного. Вот, посчитай, сколько здесь. А теперь, дальше, каталог. Ну-ка внизу ещё доведи до конца. Считай. Нажимай на него. Каталог на жития святых по векам и файлам. Каталог. Да, каталог. Ты помогал мне ещё всё это график делать. Давай. Повторяю. Это уникальное. Всё, что я даёт, нигде нету и не было никогда. Это лично моя наработка. Вот теперь смотри. Век, дата. Новый год начинался с сентября. Так, с сентября первая книга. То есть сентябрь, октябрь. Вот. И на каждый день кто? Первый кто? Захария пророк. Длина какая дальше? Последняя. Количество страниц в житии. А в книге три страницы. Вот. Ну, на первой дорожке. Или первый файл. Первый век. Там написано первый файл. И вот на первый файл что входит? Мученики. И вот они сих пор. Даже, ну, дальше-то всегда две страницы. Это Иоаким и Иоанн. Это родители Богородицы, Девы Марии. Пять страниц. И вот так доходит до Ерофея и Афанасии. Последняя. В первом веке. Пониже-ниже бери. Во. Что тут? Пол страницы. Все. Значит, теперь второй файл. Вторая дорожка. Вот впереди мы что-то прочитали. Вот это все умещается в 2 часа 5 минут. А дорожка одна. А их 4 дорожки. Ну, множе на 4. В 8 часов 20 минут каждая катушка была. 375 метров. Со скоростью 3,7 сантиметра в секунду. Ну, я их тысячи накручивал. То есть у меня не было конкурентов. Хорошо я считал, плохо ли. Сравнивать-то не с чем. Но один. Первый парень, говорит, на деревне. А в деревне дом один. Вот второй файл. 6 октября и дальше. Апостол Фома. Сколько страниц? 16. 16. Значит, большое житие. Тут этих файлов может быть поменьше. Вот этим сектантам мы говорим. Давайте послушаем. Мученик, мученик. Это все люди умерли за Христа. Ни одного упрека, который в сторону православных есть сегодня, нету. Ни КГБ не было, ничего. Был Нерон. Третий файл. Это младенцев, которых убили за Христа Ирод. Здесь поменьше. Вот какое самое большое тут? Ну, тут 13. Это Марк, апостол, евангелист. Видишь? То есть, не открывая книгу, мы уже знаем, сколько страниц. Я специально это сделал, чтобы наглядно было. Четвертый файл. Значит, тут еще есть 10. И дальше. Акила, апостол. И впереди. И Улиан. Улиан, сколько страниц? 10. 10. Вот. Дальше. Пятый файл. Это другая была. Сколько у кого? Мария Магдалина. Самая длинная жития, наверное. 38 страниц. Самая длинная у Серафима. 51 страница. Мария Магдалина. Вот. Как ее жизнь была. Как она проповедовала. Это настоящая апостол для апостолов. Она была апостолом. И вот видишь? Вот все здесь у нас показано. Мы начали с чего? Что сектанты не могут назвать ни одного. Почему? Их не было. Им нужно сознать, что они не были. И они самостийно для себя вот это сделали. Они все до одного начинают выкручиваться. Да кто знает? Я говорю, а хотел бы знать-то? Да написать можно. Никак. Его казнили, допустим, Марию Магдалину. А в это время записывал, сидел секретарь в суде. Вот меня когда судили, и секретарь записывал. А когда меня освободили, я льготу имею. Попросить, чтобы уголовное дело мне дали. Я с ним сижу, занимаюсь, выписываю. А чтобы я ни одну страницу не вырвал, рядом сидит там, другую книжку считает. Ну, за мной присматривает какой-то студент юридического университета. А я ему говорю, за мной можете не смотреть. Я христианин не возьму. Он ушел куда-то. А во сколько? Я говорю, ну, подойдите к обеду. Я все сидел, выписывал. Выписывал, что написала секретарь. А что я говорил на самом деле? Нашим магнитопоном записывали. Это было переведено в Word. Теперь я могу сравнить то, что я говорил, и то, что она, как мои слова там написала. Вот это было у первых христиан. Когда архивы перешли, то там нотарии эти, которые были дьяконы, они записывали все потом, приходя с мужчинической, где на Ашапоте казнили христианта. И теперь сравнили с тем, что государственная власть писала. При Нероне, Диоклетиане, Домициане, Ликинии. Это все было записано. И получилось один к одному. Так что житьям в данном случае мы можем доверять. Но не всем, которые записаны там были. Я так подробно говорю, что я на практике это проверил, что так и есть. Они записывали, а у меня-то свое записанное. Вот и все. Дальше. И так до 20 века. Еще раз покажи таблицу. Вот она идет. Прокручиваю дальше. Дальше, дальше. Смотри. Вот каждая строчка – это житья святого. Вот подожди-ка, я посмотрю. Ну да. Дальше. Дальше. Вот покажи, сколько идет. Вот сколько труда тут положено. Это вручную, и надо было печатать, находить. Пошел 4 век. Вот самый большой век. Вот посмотри, какие идут. 4 век, 3 век прошли. Так, назад вернись маленько. Вот 3 век. А дальше стоп. Вот 7 августа. А дальше там пленки-то чистые оставались. День святой жизни внизу. Продолжение Ян Златоуз о зрелищах. И продолжение отворения Василия Великого. То есть я дополнял их, чтобы следующий век начинать с новой катушки. С новой катушки. Вот тут все это мне сгодилось. А потом я составлял на них сопроводительные каталоги, потому что я насчитывал на 375 метров. А их нету. Катушек-то стали 525. А 525 метров – она 12 часов. И поэтому новая дорожка, снова жития начинается. И там уже, ну никак. А насчитывал я, кажется, не на 370. Даже метров-то было. А еще меньше. И поэтому на 3 размера писалось. На 3 размера каталог писался. И при том одновременно, сразу под разными знаками, какая катушка. Ну, здесь на 375 метров я взял. Так, возвращайся назад. Вот. Кто так веровал? Они говорят, нет. Ну и дальше прокрути, чтобы люди увидели, сколько сделано. Наши восклили, расширь. Так, стоп. Назад, назад. Назад. Еще маленько. Стоп. Подожди. Вот тут совсем мало. Восьмой файл. Видишь, сколько? А почему тут мало этих святых? 1,23, 20 и 28. Очень крупное жития. А вот 9 файл всего только 2. Почему? До кого они какие? 9-й-то файл. Спиридон и Евгений. 20. Можем сказать, сколько страниц входило, входит на один файл, на одну дорожку. Эта дорожка стала файлом. Ищет дальше. Прокручивай. Вот теперь крути потихоньку, чтобы люди увидели. Это 4-й век. Больше всего было святых. О, 17-й файл. Подожди-ка. Что тут? Тихо. Ермолай и Пантелеимон. Ермолай. Сколько? 18? Нет, 1. 1. 17-й файл. Это 18. Ну, видимо, там осталось, эти Армолая. Вот так. Теперь 18-й и вставь. 18. Поменьше тут вошло. Вот, теперь 18-й. Ну и так потихоньку прокручивай. Вот, видишь, сколько? Ты мне помогал, Сергей Павлович. Тут, помнишь, нет? Помнишь. Помнишь. Ты помог мне вот это, по графику тут все разнести. А то я не мог даже. А мне надо было на сайт готовить. Вот смотри, сколько. Тут и Пахоми, 4-й век все. 32 файла. Ой-ой-ой. 40. А вот 40-й файл. Посмотри, как много их. А почему? А тут маленькие все. Вот так. А вот 39-й файл. Туда. Ну и пошли дальше. Докрути до конца. Без остановки теперь. Потихоньку. Я для того, чтобы люди могли увидеть. Это глядеть только, и то глаза заболят. А это надо было насчитывать. Потом составлять каталоги. А потом вот эту таблицу. То есть вот этого материала нигде в мировой практике не было. Это абсолютно супер уникальное. Нет этого. И будет ли когда неизвестно. Чтобы по векам выбрать. Вот так. Это Господь сделал. Это немыслимо даже сделать. Даже сегодня смотрят люди. И вот другой нападает. Там спорит. А что спорит? Он еще не знает. Так. Где-то тут назад крутись. Серафима надо найти. Вот он. Саровского. Да. 19-й век. Сколько у него? 61 страниц. Вот так. Два файла у него занимает. Два файла один разъехался. Ну а дальше дополнение. Так. Книга служителей. Настольная книга служителей НКС. Оттуда я брал. Вот. 19-й век. Вот так. Ну давайте вот допустим. Кому-то захотелось прослушать вот житие Серафима Саровского. Самое длинное. Ну давай. 19-й век. Возвращайся назад теперь. Вот 19-й век. 19-й век. О. Теперь ты уже знаешь, что там нажимать. Чтобы она... Первый, да, вот я нажимаю. Нажимай. Что она дает? Вот здесь жития 19-го, 1-го, 2-го января, преподобный Серафим Саровский, МП-3. Вот. И вот кнопочку скачать. Вот. Можно сохранить на Яндекс. Ну, допустим, сказ... Ну, а вон вверх утащи там. О, да. Вот я сейчас, например, раз. Так. 7-8. Что-то тишина. Ну, вот так. Ну, вот так. Вот теперь мы это увидели. Теперь заново возвращайся туда, к баптистам. Вот мы им доказали. Кто так веровал? Мы отвечаем на этот вопрос. 1173 жития. У них ни одного. Ну, что спрашивать-то? То есть они выдуманы сами себя. Я говорю, от вас кто-то выйдет. То будет считаться церковью? Нет. Ну, какая им разница? Дальше. Четвертый вопрос. Сходится ли вероучение баптистов с учением апостолов и их преемников? Не сходится. Притом, очень много не сходится. Ну, они же утверждают, мы от апостолов, у нас все по Библии. Ну, это говорят так, но нужно это им доказать, что совсем не по Библии даже. Нигде этого нет. Так, хорошо. Учение. Учение, вероучение, именно вероучение. Чему они учат тому против православных? О, иконы, да, они в первую очередь отвергают, наверное, да? Нет у них. Да и не только иконы. Учение. Учение. Так что тут ничего они не могут сказать. Не могут. А который начинает что-то говорить, и они делают, ну, отойди от него. Он должен по делу говорить. То, что они не церковь, но само вероучение, они же в Троицу верят? Да, верят, в Троицу верят. Потому что они только вышли от православных. А остальные от них уже вышли. А от тех следующие вышли. Откуда мормоны взялись? Пятидесятники. В аптисты в душу верят, в баты, в рай верят, а адвентисты уже, наверное, не верят. Да, да. Они не верят ни во что от этого. Но у всех, у трех одинаковое заблуждение. Первое, самое у них, это, конечно, иконы. Иконы – это идолы. Вот так. Это все сектанты одинаково. Бог есть дух. И все, и поэтому ничего не надо. Я в духе молюсь. Ну, а иконы дальше, чтобы ниже разбирать про иконы. Еще дойдем до икон. Давай. Так, хорошо, значит, этот вопрос, если им задать, сходится ли вероучение баптистов с учением апостолов и их преемников. Конечно, они скажут, что все у нас сходится, а мы им должны сказать, не сходится. В чем не сходится? Мы начинаем говорить. Допустим, что, допустим, у апостолов, они ходили в храм, были иконы в храме. Они же в это не поверят. Какие иконы, где вы, откуда вы взяли? Это уже позже потом придумали. Ну, там следующая тема – об иконопосчитании. Главное – это языки Ирия 41-17. Иконы были от пола до потолка, внутри и снаружи. Ладно, пятый вопрос баптистам. Есть ли у баптистов преемство от святых апостолов или какая-то связь с древней христианской церковью? А зачем, они обычно отвечают. А зачем вы такие вопросы задаете? Они обычно приводят сразу апостола Павла. На него вот дух сошел, и на нас тоже сошел, и ничего, никакого преемства, нам ни рукоположения, ничего не надо. Его никто не рукополагал, апостола Павла. На него сразу дух святой сошел, он светом осиял, и мы все тоже светом осиянные баптисты. Мы произошли от пола. Вот это выдергивает один стих. По одному зубу они теперь определяют, какой был астралопитек. Теперь картинку нарисует сгорбатая какая-то сущность. Так и здесь. Ну, кроме того, что Павел-то, вы говорите так, а Павел-то для того оставил, чтобы он рукоположил. Его Бог избрал. А в нем есть свидетельство. От вас-то нет, а если оно было свидетельство, теперь остальное-то все закончилось, все разговоры-то. Так может каждый выходить. Я тоже шел в Дамаск, меня тоже осияло. Ничего этого уже не принимается. Церковь основана. Вот при основании церкви так все и было. Его рукоположил Анания, епископ. Его Бог избрал и Анания. А Анания, епископ Дамаска был. Дальше. Шестой пункт. Шестой вопрос, вернее, баптистам. Сколько раз и как менялось вероучение баптистам? Ну, тут ты должен знать это все. Вот здесь уже они задавали вопрос в связи с баптистами, на православных впереди, которые были там 17 или сколько. Теперь православный им задает вопросы. Православный ответил на все их вопросы, впереди которые прошли. Теперь православный им задает такой принцип беседы. Теперь количество такой же должно быть вопросов. И вот православный должен к этому подготовиться, задать какие вопросы. Возвращайся. Считаем еще раз. Сколько раз и как менялось вероучение баптистов? Ну, вместо баптистов мы можем поставить любую ересь. Вот все эти харизматы, новая жизнь, апостольские христиане. Ну, тут название-то тысячи. 21 тысяча, говорят, уже насчитывается. Нам все не надо. Конкретно берем баптистов. Это самые правильные сектанты. Они прямо рядом где-то. Сколько раз? Они не знают. А разве менялось? Да, менялось. У них было крещение детей, а сейчас нету. Крещение детей почему прекратилось? Они говорят, что в самоблахознанном возрасте... Так, пока занимайтесь сами, я отошел. Тишина полная. Баптисты говорят, что крещение детей почему у них нету? Потому что... Что на это отведение? И кто знает? Касательно детей... Это вероучение, да. В православии мы владельцев крестим. Хотя знаем, что веры у них нету. Как у ребенка может быть у нас? Так, тихо. Так, тихо. У него, может быть, не было маленьких детей, была теща, да бабка, да, и дед они уверовали, и все. Как вы докажете, что дети там были? Значит, не совсем это место. Еще нужны доводы. Кто знает? Я знаю, пока не буду говорить. Я знаю еще одно место. Давай, Никитушка. Это Деяния 2.38 и 2.39. Написано, покайтесь, и креститься каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, получите дар Святого Духа. И дальше написано, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. То есть, вам и детям вашим принадлежит это обетование. Тоже, мне кажется, неплохое местописание. Ну, детям обетовали, но подрастут дети и крестятся, и никуда это обетование не денется. Да, сейчас как сектант буду на своем стоять. Тоже неубедительно. Там я скажу, что детей не было, доказать не можете. Здесь скажу, обетование детям дадут, да, подрастут, крестятся и спасутся, ничего страшного. А зачем его маленького крестить? Веры нету. Я буду дарить, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А ребенок не может веровать. А раз веровать он не может, значит, крещение ему не поможет. Он осужден. Давайте, думайте, братья, дальше. Насчет крестить. Я в аптесте, я не хочу детей крестить. Он вырастет, покрестится, осознанно примет веру. А может, он неверующий вырастет? Мне зачем его крестить? Убеждайте меня. А вы православные крестите, вы вопреки Библии крестите. В Библии нигде не сказано, чтобы детей крестить. Дом Корнилия, дети, обетование, дети, ну, дети вырастут, получат обетование. А сейчас они маленькие, и у них нет веры. И опять гну на свое. Кто будет веровать и креститься, как вы через этот стих пишете, спасен будет. Перешагивайте. Есть еще одно местописание неплохое. Давай. Это Лука, например, 5, 20. И он, видя веру их, сказал человеку, к этому прощаются тебе грехи твои. То есть, одно из вариантов, что тут расслабленный, благодаря вере его братьев и друзей, получил исцеление. Хотя сам веры не имел. Так и ребенок получает прощение грехов по вебе родителей. Почти убедил, так скажем. Ну, а сейчас еще у кого есть насчет детского крещения верообщения баптистов? Одна баптистка объясняла вот так место Писания, где сказано, что крестился весь дом его. Она сказала, а кто знает, были там дети или нет? Это я уже сказал, да. Да. Повторяйте. Ну, это я что-то не поняла, наверное. Хорошо, спасибо, Христос. Я эту историю не знаю, я ее выдумал, а вы подтвердили, что она на самом деле была. Вот, поэтому вытунка моя основана на реальных событиях, так скажем. Ну, вот. Еще желающий о детском крещении убедить меня, баптиста, что все-таки моего ребенка крестить надо. Есть уже финальное местописание, от которого уже только сектант может отбиться. Но я могу не сказать вам его. Вы все его знаете хорошо. Это о Колоссяном 2.11. То есть мы узнаем, что современное крещение, это, точнее, было обрезание, было образом будущего крещения, погружения людей и присоединения к церкви. И каждый новорожденный владенец в Израиле должен был быть обрезан в восьмой день. И Колоссяном 2.11 написано, что в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облегчением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. И что ребенок, который, если бы не был обрезан в восьмой день, то он должен был быть уничтожен из народа израильского. То есть должен был обязательно быть обрезан. То есть узнал об этом, не знал, должен принять по вере, так сказать, это. Есть обетование. Вот такое местописание. Ну, все, ты меня на лопатки положил, мне только остается брать свое чадо и быстрее бежать, чтобы его крестить. Я думаю, больше ничто так сильно не может меня увидеть. Да, я верю, что то обрезание было прообразом крещения. А раз тех детей крестили, обрезывали, а он восемь дней, что он не верил, ничего, зачем его обрезывать? Так Господь решил, значит, это, а раз это было прообразом крещения, вот еще, может быть, не всякий баптисту это поверит, что он был прообразом, конечно. Но, однако, Колоссянам 2.11, в нем вы и обрезаны, в ком в нем? В нем с большой буквы, во Христе, обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела, плоти обрезанием христовым. Вот, то есть, обрезание, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли веры, в силу Бога, который совоскресил его. И это же еще первородный грех, который вот в крещении сбывается. Так. Еще желающий по этому поводу дополнить сказать есть? Игнатий Иванович, желаете что-то дополнить? Ну, первый довод, который был, тут добавить только нужно, что Ветхозаветнее было тенью будущих благ. И вот Никита Андреевич тут все разложил по полочкам. Там уже сказать никак. Ребенок восьмидневный еврейский или у нас, они одинаково ничего не знают. Но не скажем, что еврейский ребенок родился, Эйнштейном сразу стал. Нет, конечно. И в восьмой день, не в десятый месяц, душа та истребится, не будет обрезана. Он же не понимал. Это завет с Богом включал. Тот же самый Игова, тот же самый Саваоф остался. Ветхозаветнее было тенью, как вот в субботу указывало на воскресение Христово. Это надо знать. Но эта тема крещения детей будет впереди у нас. Но вы так подробно ее разложили. Именно тень будущих благ. И оно все перешло. А как же Иоанн Златоуст был крещен в 21 год, Василий Великий в 22? То есть разные методы, разная практика была. Но согласно Слову Божию, дети должны быть крещены. Потому что апостол Петр сравнивает спасение человека, как в корабле, ноем, первое послание Петра, третья глава, девятнадцатый стих. Это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает. Сектанты всегда говорят, обещание Богу доброй совести, оно спасает, потому что избавляет от грехов. А ребенок рождается во грехах, значит, беззаконие за счет во грехах родила меня мать моя. Псалом 57 стих. И Иова 14 глава 4 стих. Кто родится чистым, а чистого нечистого? Не один. Об этом же 7 главе 14 стихом 1 Коринфянам говорит о том, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему? Мартин Лютер объяснял просто. Это не православные-то. А он взял это от католика, как это было. Потому что одна из половин, которая уверовала муж или же, она не крестили ребенка. Иначе дети были бы нечисты, они нечисты. А ничто нечистое туда не войдет. Никто преданный мерзости и лжи. Откровение 21 глава. Тут вот это нужно еще сказать. А так-то, самое краткое-то, именно то, что это прообраз, а теперь сама истина. Ребенок не понимает. Ну что не понимает? Не обязательно понимать. Вот то, что его принесли по вере других, тут не очень подходит. Именно ребенка. Только то, что сейчас вы слышали, там, 2.11 колоссином. Еще место только надо приводить, это тень будущих благ. А тело во Христе. Больше ничего не надо. Вперед. Седьмой вопрос баптистам. Имеется ли свидетельство, что душа, исповедующая баптизм, по смерти спаслась, то есть избежала гиенны и удостоилась Царства Небесного? Ну, я как баптист, играющий роль баптиста, отведенную мне эту роль, ну, задам встречный вопрос православному. Имеется ли свидетельство, что душа православная, исповедующая православная, по смерти спаслась, то есть избежала гиенны и удостоилась Царства Небесного? Отвечайте. Пожалуйста. Желающе. Так, Сергей, уже час кончился. Микрофон включите, Игнатьев. Час, час кончился. Уже второй час идет. А на этом остановись. Хорошо. Так, на седьмом мы остановимся. Вопросы, пожалуйста, Игнать Тихонович. Полчаса у вас есть. У меня вот вопрос из Украины есть. Меня слышно? Да, хорошо. Вот священник на проповеди у нас воскресный день. Значит, такую длинную проповедь сказал и, значит, привел ситуацию, которая сложилась с Патриархом Тихоном, когда его сместили. Когда его сместили с его Патриаршевого поста и были обновленцы, и что в те времена тех обновленцев поддерживал тогда опять же Константинопольский Патриархат. И эту ситуацию экстраполировал на сегодняшние события, что сейчас Константинопольский Патриархат поддерживает наших украинских, можно сказать, современных обновленцев. И, значит, он призывал нам стать исповедниками веры, мучениками, чтобы мы не стеснялись быть христианами и стали на защиту наших православных святынь, то есть монастырей, храмов. Я, честно говоря, как-то, ну я когда с друзьями говорю, я им никогда не советовал, ну, собираться где-нибудь на каких-то собраниях массовых. Были в Киеве недавно на праздник собраний, хотел мой один товарищ туда поехать вместе с нами, чтобы, ну, провести митинг в поддержку Ануфрия. Но я отговорил его от этого, потому что сказал, что могут быть разного рода провокации, и просто можно получить брачатка по голове просто так. И все-таки, стоит ли нам, православным, защищать наши православные святыни от, не знаю, от кого даже защищать их, не критиков, но от этих вот раскольников, или кто-ли-то, вообще кто-ли-то такие и есть? Вот такой вопрос у меня. Стоит ли рисковать своей жизнью ради чего? Это мне отвечать? Кто ответит вообще мне? На днях только у меня была такая беседа, тут в ролике, посмотрите, мы там с Юрием Соболем, как раз на эту тему. Раскол? Кто такие осколки? Что делать? Я почти обо всем этом сказал. Тут вина тех, кто начинал это делать. Речь идет об автокефалии. То есть, совершенно, чтобы свободна была епархия, там, какая, не одна же епархия, там, от патриархии-то. Что они держались за это? Я вот сколько раз был у игумена Кирилла Сахарова, он-то сам оттуда, из Донбасса, кажется, уроженистый. Но он за то, что там и стояние, и чтение, там, и каписы, чтобы так как было, так и оставалось. Ну, это вотчина московского патриархата. Но меня тоже спрашивали, я отвечал, зачем? Дайте им свободу. Пусть они зарегистрируются совершенно отдельно. Слово московское не поминают. Ну, там же есть украинское атакефальное, вам не надо украинское. Есть финляндское, там, сербское, чешское. Вы назовите, как, истинное православное, и какое-то слово подставьте. ИПЦ было, истинно православное, подпольщики-то. Ну, вы переходите на нелегальное положение, и вот этого ничего бы не было. Им главное вырвать от московского патриархата и прочее. У русских-то здесь нету отдельно украинской автокефальной церкви-то. Нету на русской территории украинцев-то. А вот это вот все абсолютно неправильно делалось. Теперь они по полной программе будут. Им сейчас не для нас будет. А то вот кто у вас епископ, кто недействительный, там, что там, ну, что они там на нас городят-то. А вот как раз по этой теме. От нас общины все эти, как бы, которые в России были, лавр там уже вычеркнули, нету. Ну, куда они едут? Они были, они и есть. Для себя мы знаем, где мы находимся. Хорошее отношение. Приезжает митрополит. Они там, когда предавали анафиме этого Денисенко, то думали об этом вперед? Куда эти умники делались, как Алпея Пыларион-то? Он попытки даже делал, как-то объединиться, там, чтобы как-то что-то, и никак не шли на это. А вот теперь так. А греки, они всегда были такие властолюбивые, какие же, от них патриархия научилась. Теперь уже ничего им не сделать, не вернуть. Теперь только надо глотать и глотать слезы. Никуда не надо, ничего защищать не надо. Дорогой брат, не ходи никуда, пока тебе, говорится, по башке не съездили. Не надо. Довериться надо Богу. Вы находитесь сейчас в другом государстве, а там у них свои законы. Порошенко в историю уже вошел. Но где-то за церковь выступит президент, его же как-то отмечают, так и этот. У него хорошее отношение с Филаретом. И они сделали, и пошел навстречу, а им-то какая-то подавая. Они свой экзархат там устраивают теперь греки. У них другого-то нет ничего. Тут о Боге-то, о спасении, о Библии слова ни одного нет. Вот этот раскол с чем-то сравнивают. Маленько вперед надо смотреть. Я уже объяснял. Когда с Украины изгнали немцев, зачем они униатские храмы взяли? А КПСС тогда, она все это закрыла и храмы отдала Московскому патриархату. Они вошли в чужие жилища, в чужие постели залезли. Я это говорил уже тысячу раз, наверное. Не то, что я там патриот или не патриот. Превыше всего должна быть правда. Эти храмы им надо, которые им коммунисты отдали. Отдать обратно, молча выйти и все. Скажи, мы их отдаем, если вы нам не продаете их. Собирайтесь по домам ежедневно. Вот и весь сказ. Ходил и ходи. А они теперь патриархой не будут там поминать якобы. Кто-то не будет, а дома-то мы не поминаем на богослужение. Не считая, когда митрополит приезжает. А дома-то я каждый день молюсь о патриархе Кирилле и о всех царквах. Мы же не за них воробьев молимся. Нигде не надо ничего, если там стояния какие-то, это ничего не дает абсолютно. Здесь тут как раз и есть. Вроде нас много там, но те, кто против, то в сто раз больше. Повторяю, только надо учиться плакать и молиться. И поругание, все, что сейчас есть, это было заложено самими же патриаршами. Вот такой ответ. Спасти Христос. Да. Молись, я все, благодари Бога. Ты в наших молитвах постоянно, каждый день произносим тебе. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте у кого есть. Ну вот мне тоже еще один вопрос задают, я хочу передать. И вот как вы на него ответите. Вот у меня спрашивают. Вот я, говорит, отдаю деньги за 40 уст. За меня, за мою семью. Эти деньги, они разве не идут, не входят в десятину? Я отвечаю, что, судя по всему, они входят, потому что десятина только то, что лично отдается священнику. А как можно рассчитывать, посчитать, куда эти деньги, все-таки, какой десятины можно отнести? Деньги, которые отданы вот за 40 уст и за такого рода вот треба. Какую десятину они входят? Вторую, третью или какую? Это входит в то, что Господь опрокинул и все выкинул. Вот туда они и входят. Выбросьте их туда, не прикасайся к нечистому. Это бесплатно все должно быть. У нас-то почему бесплатно? По теряевке ты же не платил за запоминальные. Это нам смешно даже это. А почему? Святая десятина все покрывает. И уголь, и крышу перекрыли. Все есть. А вот это и не от Бога. Я называю это Мамона Вильзиулович придумал. Есть такое, говорит, от нечистого, говорит, что может быть чистого? Левитам 10 глава, 10 стих. Только не подходи, никогда ничего не заказывай. Если тебе надо что-то, кто-то обращается. А ты лучше друзьям позвони, скажи, кому доверяешь, и помолятся. Вот мне все время только звонят и звонят. И мы молимся, и в ответ благодарности такие идут. То там выздоровел, то еще что-то было. А чья молит? Да, да Бог его знает. Я знаю, что за меня молятся тоже люди. И архиереи, я с ними договор сделал их. И поэтому нынче, как на нас нападали там настроения в лагере, теперь там музей-то, это еще не сделали? Сейчас начинается в нашей там думать о земле. Я уже знаю от чего. Попутно вам сказать. Ну где-то там можно взятку взять, особенно на таможне, как Петр Пелов говорил, поставить сюда самым низким окладом. Эти псы сами себя пропитают. А у этих-то ничего нету, которые картографией занимаются-то. Они что сделали? Железная дорога, которая по перпендикуляру, если смотреть, наш разъезд под Степновский-то, ну напрямую это 2 километра там с половиной может быть. Или 2 километра. А они ее на картах сделали, идет посреди деревни нашей. Поэтому наши огороды с той стороны железной дороги. И это по всей железной дороге, не для одной потеряйки сделали. И те, которые делали, они знали, теперь нельзя ни продать, ни купить. Ну явно дело, какая же это картография? Это железную дорогу с насыпи перетащить сюда на 2 километра. Это вообще, не надо не судиться, найти можно, кто эту карту рисовал. Ну неправильно сделано-то. Ну неправильно. Так сделайте, нет, не сделайте. Нужно заплатить 55 миллионов им, чтобы они сделали правильно. Прочертили линию подальше. Ну это же надо прямо за нас хватать, за хвост в яму тащить, отрывать им все челюсти. Согласно жития святых. Как у святого дула. Ну вот так надули здесь. Вот только что вчера был Игорь Барабаш, и мы тут рассуждали. Я говорю, да тут подавай в Генеральную прокуратуру, везде в земельное отдело. Вы сидите на одном месте-то. В каждую щель надо толкать документы. И тогда разбор будет, и все станет на место. Ни копейки никогда. Нам-то разницы нет, мы живем. А когда продавать, покупать, и где земли, надо сделку сделать. И никак не берут. Потому что они на той стороне линии оказываются. А где они? Игоря Барабаша, вся пашня здесь, рядом с деревней, за огородами. А ему теперь надо через линию перелезти. Ну то есть глупость безразмерная. Что тут сказать-то? Это разве допустил бы какой-то нормальный царь или ну кто-то? На картинке нарисовали, а я могу обратно нарисовать. Но только дайте 55 миллионов. 55 плетей только дать ему, больше ничего не надо. А вот этот сорока уст, это что такое? Молитва за деньги? Или что это такое? Заказывают сколько раз считать Акапис какой-то. Или сорока уст, 40 раз псалтырь, чтобы просчитали. За это платят деньги. Это у старобрядцев везде платят. Во-первых, зачем считать? Вот у нас бывает, кто-то знакомый умер. И, кажется, Надя Дмуха, она распределила, сколько по одной капизме. 150 псалмов – это 20 капизм. 20. Ну а каждая капизма на 3 славы. Ну, 20 на 3, 60. Вот можно на 60 человек по одной славе. Мы каждое утро по одной славе это засчитываем. Псалтырь по-русски. Ну и попутно прочитаем. И сразу нужно говорить там. «Помяни, Господи, раба твоего Александра, новопредставленного, упокой в обителях небесных. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори». А это люди-то приходят, деньги отдали, и они там молятся, не молятся. Ну, это никуда не годится. Вот у католиков у тех лучше. Он прямо говорит. Ну, что там, как положено. Где он был? По горлу, в огне или выше темечки. А теперь вот считают, он выше, теперь губы у него выше. Мне рассказывали, как у них. Может, не так теперь скажут. А потом он на берегу там стоит, у него чаша с водой. Он уже вылез, уже пьет, сидит. А не хоть что-то. А у православных вообще ничего нет. Молились, а польза была, не была. Вылез он, не вылез из огня. Нету. Никакой гарантии. Нулевое. Это тоже надо так придумать. Такие простофили православные. Да не подходи ты к этому тачку, где деньги там. И все. Ты им не давай. Это живое житие святого Нифонта. Ты подал этому гуслисту, он играет. И в ту же минуту у сатаны в пригоршне оказалась твоя монета. Тут оно ничем не лучше. Если он любит меня, то помолись. Почему за деньги? Где Павел молился за деньги-то? А тут сколько человек. И за каждого человека там 10 рублей. Если 10 человек, на 10 100 надо платить. На сколько? Они придумали даже, как хоронить. Я не знал. Это батюшка все рассказал. Реестром. Допустим, отпевать покойника принесли. Как очно или заочно? Очно-очно. Сыганы приносят. Вот. А теперь как? Священник, чтобы выходил на папирь, на хрельцов. Встречал или не встречал? Конечно, батя. Встречать надо. Ну, тогда вам платить не 3 тысячи, а 5 тысяч надо. А хор, чтобы пел или не был? Да, батю, обязательно. Ну, тогда 30 тысяч. А потом провожать вас до кладбища? Тогда 150 тысяч. Потому что ехать надо, собираться. Но они в полные карманы денег набьют. Это они все придумали. А что еще можно сделать? Как сделать? Выйти, не выйти. Встретить, не встретить. Поет хор или только клирос. И все это, цена увеличивается. Придумали сейчас крестить. Священник спрашивает, в полное погружение или нет? Ну, как, батюшка, лучше? Да как, как? Тебе как надо? Ну, я не знаю. А что, стоит это? Да, конечно, стоит. Вот. Если будем так крестить, то там полторы тысячи. А если с погружением, пять. Дороговато, батюшка. Ну, значит, так, ладошкой мокрой. А это, мокрые ладошки, не все признают за настоящее. Так а зачем же, если настоящие? Ну, это я просто сказал тебе. Ну, то есть, жулики. Жулики в рясах. Я говорю, вот, когда вы делаете, это там, слушайте, вина нету. Вы можете квасу налить и литургию? Да нет. Ну, вино выпили попы. В святые желудки налили. Ну, можно или нет? Нет. А почему тут тебе можно без воды? От воды и духа, а не от песка и брюха. Решительно надо восстать и сказать. В Грузии, я слышал от грузина, там в Грузии живет, рассказывает, нового священника, он такой идеально чистый, без божника я отпевать не буду. А тут из мафиози. Они на гроб накинули куртку кожаную, ну, по всей форме пришли. Так он ходил в церковь, батя. Да когда же ходить-то некогда. Ну, как я буду отпевать? Ну, как, отпой, да и все, возьми ходила, мы тебя отвезем туда и обратно. Он поп-то заортачился, а они тогда, батя, да ты отпевать-то будешь или нет? Иначе секир, башка, отрежем голову-то. Ну, поп собрался, матушка заплакала, пошел. Пока он шел, говорит, провожал-то, ему в карман натолкали, в карман деньги не влазят. Они богатые. Все, батюшка теперь навсегда, они его покрестили по-своему. Так что сиди, в попы не рвись, а то нарвешься-то, оторут с карманами вместе, еще кое-что. Еще вопросы забывайте. Еще восемь минут. Это Анатолий, меня слышно? Да. Хотел вернуться к вопросу, вот то, что там, получается, православный задает сектанту. По-моему, третий, либо четвертый вопрос в связи с ним, в общем, такой. Если нет ли вероятности, что сектанты могут присвоить вот это вот, ну, как бы, скажем, православное наследие. Просто вспоминаю ролик, Игнатий Тихонович с одним из пятидесятников, по-моему, разговаривал, называется «От еретической тьмы сектанства к истинному учению». И там он, ну, как бы, именно православных учителей приводит, да, у нас вот эти учителя, они вот говорят так же, как мы. Ну, вот в таком вот, как бы, духе. То есть нет ли вероятности, что они просто скажут, да, это и наши же учителя. И все, и, как бы, тогда нечем крыть, как говорится, будет. Ну, а эти учителя называли себя мактистами? Как вы себя называете? Ну, да, не называли. Ну, все, собака сдохла. Соро они могут сказать, но они себя и православными не называли. И опять собака воскресла. Ну, это третий вопрос. Схолис или гороучение, да? Сколько раз менялось вероучение? Это шестой вопрос. Сходится ли вероучение баптиста с учением апостолов и премиков? Конечно, они будут утверждать, что да, сходится. Да, они будут присваивать. Ну, здесь надо, например, проводить Дафана, Корея и Аверона. Коль они не могут имена называть с первого века, то эти имена должны называть православные. Имена Дафан, Корея и Аверон, они есть в Библии. То есть они себе присвоили, и вы присвоили. И что с ними случилось? Живье в аду, и вы живье в аду будете. Если, ежели не покаетесь и не вернетесь в лобо православной церкви. О чем православные, каждый раз мы молимся. А вы не молитесь. Игнатий, конечно, добавьте, пожалуйста. А что тут добавлять-то? Вы хорошо рассуждаете. Но они так вот, как говорят, мне ни разу ни один не встретился, чтобы так говорить. А совсем уж надо быть никаким. А мы такие, они то другое. Рукоположения-то нету, епископа нету. А без епископа нет присвитера. Все остальное, значит, у вас при счастье ничего нету. Говорят, у нас те же учителя. Дречи не об учителях идет. Речь идет о самом учении. Учение о рукоположении, которое подтверждается Писанием. 14.23 Деяния апостолов. Ну, маленько-то. Институтом 1.5. Мясайте, надо знать. Я попутно хотел спросить. В прошлый раз я разговаривал тут с Борисом Семеновичем. Он на операции. Кто с ним держит связь? Чтобы мы знали, когда у него операция-то. Молиться-то молимся? Ну, Сергей Игнатов, но его нету сейчас. Ну, надо, чтобы как-то он ее держал как-то на связи или как нам сообщал. Мы молиться будем особенно усиленно в день, когда будет операция. Желательно знать. А то, может, он уже выздоровел, а мы все еще просим. Ну, все, наверное, Сергей Павлович. Если вопросов больше ни у кого нет. Ну, и хорошо. Хороший знак. Что всех накормили. Никто есть не просит. Давайте маленько расходиться. Достойно истерково истину, Блажите Тебя Богородицу, Преснаблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без исцеления Богослово рушую, Сущую Богородицу Тебе личное. Да, Тихонич, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, Слава Тебе за этот вечер, За Святое Слово Твое, Из Которого мы получаем научение. Господи, Благослови родных наших, Не познавших Тебя, Найди их, Болящих, Сергея, Валерия, Бориса, Агния, Ты знаешь их имена, Благослови, даруй им исцеления, И силы перенести страдания. Благослови их правителей, Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет. И научи насценить это мирное время, И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, Грядущим на всю вселенную. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.